Доброе время суток, и сегодня мы с вами поговорим о такой замечательной вещи, как Кайни Север Денвер, о его некоторых возможностях и вообще для чего он нужен. Итак, что же есть в Денвер? Сейчас я вам покажу. Кхм. Так. Кхм. Вот, на диске С есть вот такая папка, Web Services. Собственно говоря, это и есть Денвер. То есть устанавливать Денвер рекомендуется именно на диск С, не на диск Д, не на диск Е и на ибои другие диски, а именно на системный диск С. После того, как вы установите Денвер, он создаст релизию ещё одного диска. Вот этот диск Z, это точная копия, но она пустая. Он его заполняет, чтобы убрать и видеть, что здесь есть дополнительный виртуальный диск, с которым работает сервер. Кайни Веб Север. Вот, позвольте вам продемонстрировать. Денвер. Когда устанавливаете Денвер, появляется три знака. Это три значка. Это, соответственно, запуск, остановка и перезапуск Денвера. Перезапуск необходим, когда вы добавляете в Денвера новый материал, и вам нужно, чтобы он его увидел. Собственно говоря, для чего нужен аккайный сервер. Предположим, вы создаете сайт. Но платить хостингу за то, чтобы просто посмотреть, как сайт будет выглядеть, невыгодно. И это совсем не нужно. А любой хостинг предоставляет свои услуги от них не бесплатно. Поэтому для этого и нужен Денвера, чтобы виртуально прогонять свои сайты и смотреть, как они выглядят в браузере. Также Денвера нужен для ещё одной очень интересной вещи, о которой я расскажу чуть позже. Итак, рассмотрим структуру Денвера. Заходим опять сюда. Именно сюда. Не сюда. Это важно. Теперь заходим в Web Services. Давай. Давай. И вот, соответственно, у нас есть папки. Папки для чего? Именно для того, чтобы туда скидывать сайты. Но, если вы хотите работать с сайтами, вам потребуется вот эта папка и внутри неё вот эта папка. Больше мы ничего не трогаем. Внутри папки rocker-host, собственно, окрайний хост, окрайний сервер, существует папка www. А в папке www вы уже можете распорогать свои сайты. То есть, html, сайты, любые другие сайты, пишпи сайты, например, только необходимо, чтобы все файеры этого сайта находились исключительно в этой вот директории. То есть, после этого ничего думать не надо. Все файеры должны сохраняться в папке. Жиратина с английским... Извините. Да. Жиратина... Жиратина... Извините. Жиратина с английской... С английским названием. Это позволит браузеру работать более корректно. Эх... Теперь мы рассмотрим, как же работать с данным. Вот... Что-то я совсем не то сделаю. Ну ладно. Со своим рабочим сторон я разберусь потом. Так... Вот... Запускаем Denver. Он запускается. Не ждите никакого окна. То есть, единственное, что нужно проверить, это чтобы вот здесь появились вот эти два значка. Это и означает, что Denver начал работать. Теперь, что мы делаем? Предположим, вы хотите рассмотреть сайт, который только что создали. Тогда... Тогда... Тогда мы берём соответствующую директорию. То есть... Кхм... 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 Извините. Кхм... Кхм... Копируем. Соответственно, открываем новую вкратку. Любую новую вкратку. И вставляем вот здесь. Rocker Host соответствует. Сама директория, вот и она сразу появляется. Rocker Host. И вводим имя нашего сайта. То есть, в Rocker Host, вот здесь, www не указываем, а указываем вот это. rettarta. Копируем её. Вставляем. И вот даже без http у меня получалось зайти. Вот это моя обычная тренировочная страничка, не смотрите, что здесь, например, Сергей Зарубин, а это был урок на Пайдера. И вот, соответственно, с помощью этого небольшого сервиса, с помощью этого небольшого приложения, можно тестировать сайт. То есть, у нас тут я принимаю сколько угодно больших, пока у вас хватает памяти на риске, чтобы скидывать туда составляющие этого сайта. Сейчас мы рассмотрим вторую, не менее важную, не менее важный элемент Дэдвера. Если мы сотрём вот это и, пожалуйста, перейдём на алтархоз, то вот откроется, собственно говоря, страничка Дэдвера. Если он у вас установлен и, соответственно, работает. Здесь нас сейчас интересует вот этот пункт меню. PHP-майадный. Это небольшой инструмент для создания баз данных, которые чуть позже вы сможете подключать к своему сайту. То есть, прописывая директорию этой базы данных в сайте, в коде сайта, при помощи соответствующих конструкций, вы сможете добавлять функциональ этой таблицы к вашему сайту, соответственно. Вот здесь, давайте мы с вами посмотрим. Вот моя табличка «Дата» самокновенная. И вот база данных, и вот в ней находится табличка «Бук», то есть книги. Есть всего два значения, но больше мне не нужно. То есть, если вам нужна база данных для сайта Дэдвера, вам не нужно встать её где-то ещё. Вы можете, пожалуйста, зайти на «Окохост» и там же её сохранить. Плюс подобного механизма состоит в том, что не нужно указывать в той, где находится та или иная таблица. Если она находится в Дэдвере, соответственно, он автоматически может определить, как её находить. Но, думаю, здесь не очень нужно объяснять, как строить таблицы, потому как структура, в принципе, похожа на май из клюрей. В чём-то она даже проще. Но мы здесь не будем останавливаться, и я не буду вам показывать, как это делается. Во-первых, потому что я это не очень люблю, я считаю это муторным, и я это только при крайней необходимости. А во-вторых, потому что, честно признаться, я это не очень умею. Нет, ну, я умею, конечно, могу создать определённую структуру и даже завязать её. Но на этом мне требуется больше времени, чем у среднестатистического человека. Поэтому мы пропускаем это и моё нытьё по этому поводу, и переходим к самому важному аспекту. Позвольте мне показать вам по среднему самый важный аспект ситуации. И самый важный аспект ДНВР, я хотел сказать. Вот сейчас мы вот это вот закроем, нам больше не понадобится. Соответственно, теперь я хотел бы вам показать... Вернёмся на директорию назад. Я хотел бы вам показать... Нет, ещё на директорию назад. Я хотел бы вам показать вот это. Zoomer.ru Это не сайт, это не мой сайт, это конструктор сайтов. Вот сама при себе Zoomer, это конструктор сайтов, который, собственно говоря, позволит более эффективно пользоваться ДНВРом. То есть, с её помощью можно прямо на экранном сервере создавать сайты, и это не вызовет особых проблем, особенно если посмотреть пару видеоуроков. Как устанавливается Zoomer? Zoomer устанавливается, соответственно, в отдельную папку. Создаём новую папку в директории, и из архива Zoomer, архиватор VINRAR, скидываем сюда абсолютно всё. Потом в директории, арухо-хост, мы пишем http двойточие двойной слэш joomera.ru Соответственно, если у меня она называется .ru, у меня она называется, у вас она может называться просто Joomera, это не ваша. Соответственно, что мы можем дальше делать? Ну, а после установки Joomera, вы можете её даже забить в виртуальной закрадке, то есть, адрес вашего экранного сервера вы можете забить в закрадке, и соответственно перейти туда, куда надо. Ага, опа, чё-то не пашет. Чё-то не пашет... совсем. Слегка. Так, сервер работает? Вроде как работает, а что тогда не так? Сейчас попробуем по новой. Итак, ставим рукохвост. ли, рейтинг. Особесно, вот так можно вернуть прежнее название, если вы на подальше. И это так, бонус. Так, да чтоб тебя, я не хотел это открывать, честно. Извините, мой компьютер немного подвис. Так, теперь мы с вами копируем отсюда. Да что такое? Копируем отсюда название, и уходим к нашей пустой строке. Вставляем, вот, и, соответственно, здесь. Извините, что я немного путаюсь, давно этим не пользуюсь. Вот, ставим Promo.ru. Ставить и перейти. Ух ты, что такое? Я знаю, что многие из вас зовут меня, но, возможно, они правы. Я просто сам, только недавно начал это осваивать, а этот ролик я делаю. Но я своей, ну, самостоятельно, вот так. Копируем. 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 Ставим. Здесь надо поставить царь. Копируем. Нажимаем. Сейчас он писает, что он писает в адрес, если не получится, чтобы перейти писать. Ну вот. Как вы видите, не слишком-то и превышается, хотя всего несколько дней назад всё работало просто отлично. Вот так вот. Но сейчас она работать не хочет, почему не знаю. Сейчас попробуем через эту дикторию. Может быть получится, хотя вряд ли. Очень странно. Ещё недавно она работала. Ну, такое бывает. Сейчас совершим последнюю попытку. Как говорится, попытка не пытка, а пытка не попытка. Это штуки. Это штуки. Не знаю, она не работает, а должна быть. А, ну вот, называется... Это знаете как называется? Назову маме уши отморожу. Вот именно сюда я и пытаюсь всё это время попасть. Я не знаю, почему Zoom не хотел работать как надо, но вот именно сюда я и хотел попасть. Это настроечный окно футбол. Соответственно, после того, как вы её настроите и решите в ней делать, у вас появится возможность редактировать сайты. Показывать, как это делать я не буду, потому что и так наоборот оришнего. Единственное, что я хотел показать, это как работать с дэнгером. И даже это у меня получилось наперекосяк. Прошу прощения за потраченное время. Но, как вы знаете, в интернете не всегда всё идёт по праву. С вами был Антон Сорокин. Приятного вам дня.